Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнавол. Сейчас хотел обсудить одну очень важную, на мой взгляд, тему, а именно, как получить обильный и здоровый урожай на своем дачном участке безо всяких химикатов. В настоящее время ассортимент рынка различных химических средств для интенсификации процесса выращивания садово-огородных культур просто огромен. Существуют препараты для обработки семян, стимулирования всходов, улучшения завязывания плодов, для борьбы с вредителями и так далее практически до бесконечности. Вдобавок, сейчас уже полноправно вступили в нашу жизнь ГМО, генно-модифицированные организмы. Разные ученые-деятели, зачастую купленные корпорациями-производителями с потрохами, убеждают, что все это совершенно безвредно. Но все здравомыслящие люди понимают, что отдаленные негативные последствия использования этих технологий крайне мало изучены. Это, конечно, мое субъективное мнение, никому его не навязываю. Поэтому перед каждым огородником встает вопрос, а нужно ли в угоду повышения урожая и упрощения агротехники использовать средства, которые зачастую не так уж и безвредны, как кажется на первый взгляд. Особенно это важно, когда вы выращиваете плоды и овощи для своей семьи, детей и внуков. Каждый решает для себя эту проблему самостоятельно. Я, например, давным-давно взял для своего огорода за норму не применять ни для повышения урожайности, ни для борьбы с вредителями, болезнями различных растений, никаких химикатов. Тем более не выращиваю и ГМО растения. Зато стараюсь использовать самостоятельно выращенные семена огородных культур, чтобы твердо быть уверенным в их качестве. Многие производители удобрений и другой химии любят пугать народ грядущим голодом. Дескать, без этого никак не обойтись. На мой взгляд, это не соответствует действительности. Наоборот, при соблюдении некоторых простых правил выращивания огородных и садовых культур, отказ от всяких химикатов нисколько не мешает получать хорошие урожаи. Во всяком случае, на дачном огороде. В полевых условиях, возможно, потребуется и другая агротехника. Во-первых, очень важно ежегодно правильно выбирать места для выращивания растений, учитывая при этом, какие раньше были предшественники. То есть соблюдать необходимый севооборот между культурами. Тем самым разрывается пищевая цепочка многих вредителей. Возбудители заболеваний тоже приостанавливают свою активность, что сразу оздоравливает весь дачный участок. К тому же растения, размещенные после совместимых с ними культур, получают достаточное количество питательных веществ, растут крепкими, сильными и обладают более мощными внутренними ресурсами для защиты себя самих от всяких напастей. Одно только это мероприятие помогает намного увеличить урожаи. Во-вторых, для того, чтобы при интенсивном использовании почва не истощалась, нужно постоянно поддерживать ее в хорошем состоянии путем регулярного внесения органических удобрений, а также при необходимости песка и золы. Осеннее внесение перегноя, компоста, жидкие подкормки в сезон вегетации дадут все необходимое для питания растениям на огороде. Особенно это эффективно вкупе с правильным севооборотом. А песок и зола, постоянное эмульчирование и седираты улучшат и структуру, и состав почвы. При этом, получая отличные урожаи, можно не только не истощить землю, а наоборот, делать ее лучше и лучше с каждым годом. В качестве примера приведу свой участок. Ему уже 55 лет, однако почва находится в хорошем состоянии, и урожай вполне нормальный. В-третьих, никогда не следует торопиться применять сильнодействующие химические препараты в случае нашествия вредителей. Лучше потерять часть урожая, но сохранить его качественным, чем отравить весь урожай и почву в придачу на несколько лет вперед. Например, я только в случае, когда вредители или болезни грозят очень серьезной потерей урожая, примерно до 25%, вообще начинаю с ними бороться. И то при этом применяю только природные, общеизвестные народные средства и методы, которые не уступают по эффективности воздействию химических препаратов. Например, против крестоцветной бложки используют табачную пыль. Для этого выращиваю свой табак. Ну, также табачную пыль можно купить в магазинах. Посыпая молодые ростки крестоцветных культур табачной пылью, можно практически прекратить вредоносное воздействие этого очень опасного обредителя крестоцветной бложки. Уже много лет, при скрупулезном соблюдении первых двух правил, последние мне приходится применять очень редко. Зато урожай и плодов, и ягод, и овощей всегда получается экологически чистый и, конечно, очень вкусный. Даже обыкновенную репу и брюкву гости у меня едят и нахваливают. То же самое относится и к картошке. Огородники знают, что свои овощи, фрукты и ягоды, они, конечно, намного вкуснее магазинных. В конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания.